Здравствуйте! Сегодня разговор у нас пойдет о самом, наверное, востребованном, самом популярном овоще это лук. На каждом дачном участке, на каждом огороде вы встретите этого представителя. Великое множество сортов, великое множество семян. Как же не заблудиться в таком океане? Сегодня мы проведем краткий ликбез. Итак, лук культура очень полезная. Большое количество минеральных веществ, питательных веществ, эфирных масел, витаминов. Это все содержится вот в такой маленькой луковичке. Недаром в народе говорят, что лук от семени-дук. Так вот, на самом деле, овощи это уникальные по своему составу. Традиционно лук выращивают как двухгодичную культуру. То есть, первый год мы сажаем семена, выращиваются в маленькие луковички, которая называется лук-сивок. А на второй год, при посадке в грунт, мы получаем уже полноценную луковичку. Итак, почву для лука-сивка готовят с час осени. Вносят полный комплекс минеральных удобрений и компост. То есть, лук требовательный к почве, но любит питательную, рыхлую, водопроницаемую, воздухопроницаемую почву. Значит, сажаем, делаем мы грядку. Расстояние между грядами где-то 50 см, расстояние между луковичками 25 см. Если вы планируете посадить лук на зелень, то мы можем использовать не обязательно любые сорта, мы можем использовать и сажать мы можем ее в зиму, под зиму, а зиму под зиму. Мы можем сажать и весной. Если вы выращиваете на луковичку, то есть вырастите полноценную луковичку, то лучше, конечно, осуществить это в весенний период. Высадка на зелень мы можем производить в середине апреля в теплице. Если вы сажаете на луковичку, то высадку проводим где-то в числах с 5-15 мая, но ориентируемся на погоду. Желательно, чтобы грунт уже достаточно хорошо прогрелся. Время прорастания луковиц 7-10 дней. Еще интересный момент, когда мы сажаем луковичку, помните о том, что слой грунта над плечиками луковичками вот тут, был где-то 2-3 см. Ну, конечно, если у вас маленькая луковичка, соответственно, и от нее тоже отсчитываете 2-3 см. Это вот идеальная глубина заделки луковички. Время прорастания это 7-10 дней, как я уже сказала. Уход за луковицем заключается в своевременном поливе и прополке. Если вы увидели, что перо начинает желтеть, то подкормите в течение сезона несколько раз специализированным удобрениями для лука. Уборку мы осуществляем где-то в первой половине августа. И самое главное, не затягивайте с уборкой, не ждите, когда совсем начнет высыхать ботва. То есть достаточно того, что как она начинает полегать, уже это сигнал к тому, что луковицы нужно убирать. Если вы передерживаете луковицу, то у нее начинает снова вырастать такая активная мочка, и он достаточно плохо хранится зимой. Поэтому не затягиваем с уборкой урожая. Это важные моменты. Высушиваем лук, можно на грядах, если погода позволяет, на грядах высушиваем. В дальнейшем мы досушиваем под каким-то закрытым и хорошо проветриваемым помещением. И дальше можем убирать направления. По срокам созревания лук можно разделить на три группы. Это ранние, средне-ранние и поздние сорта. Ну, наверное, вот здесь я вам приготовила семена луков, которые на рынке одни из самых покупаемых, самых любимых. Это вот старый сорт, который у нас сажается уже с озадовыми огородниками в очень длительный промежуток времени. Саденцовец. Кусовые качества у него отличные, он средне спелый, срок созревания 90-120 дней. Есть также гибриды. Вот у сибирского сада банку, лук репчатый, банка F1. Считается на рынке один из самых надежных гибридов. Чемпион урожайности и не реагирует на любые погодные изменения. У Гавриша есть интересный сорт, называется Альбион F1. Как он заявляет, что растет один год. Я не сажала еще, но в этом году хочу попробовать. То есть средне спелый, от сходов до полигания листьев 100 дней, 120 максимум. Белый салатный лук. Очень вкусный, не острый. Так что обратите на него внимание, фирма Гавриш. Это я вам сейчас пока все называю сорта все, которые F1, гибриды. Русский огород, сорт лука называется Камелот F1 и лук Шалот. То есть это салатное назначение. Лук очень вкусный, сладкий. Как говорит производитель, что лук вырастает за один год. То есть уже в один год, по истечении года он уже может использоваться в пищу. То есть головки уже возревают до такого состояния. Лук репчатый феодал. Период созревания 95-105 дней. Очень крупный. Выращивается на репку в однолетней культуре. СОДУЭТ. Тоже салатного назначения. И ЮКОНТ. Лук репчатый. Это Сибирский сад семена. Это АЛИТА. Это вот все салатного назначения. Тоже пишут, что все это луки, которые можно получить результат за один год. Лук ЭКСТАН. Лук величиной 500 грамм. Обратите внимание. Фирма Гавриш. Сладкий. С салатного назначения. СОРТ Средний Район. Тоже обратите внимание. Как заявляет производитель, что мы можем получить такой лук. Надо попробовать. Лук фирмы Гавриш. Называется ШИТАНА МС. Лук можно получить как в дулетней культуре, так и в однолетней. Острый, хорошо лежащий сорт лука. Фирма Евросемена. Лук красный, репчатый. Называется Красная пуговка, которая подходит для засолки и маринования. Обратите тоже внимание. А здесь я вот вам подготовила уже луковички. То есть те, которые уже при посадке в грунт в этом году будут на исходе у нас большими крупными луковицами. Здесь я приготовила вам лук СИБОК, который называется РЭД БАРОН. Все его любят, все его сажают, все про него знают. Но тем не менее я вам напомню, что это лук, который обладает великолепными вкусовыми качествами. Не подвергается заболеванию, никаким заболеваниям. Великолепно хранится и очень красиво. Масса луковиц составляет где-то 150-130 грамм. Срок созревания 85-95 дней. То есть он достаточно раненеспелый сорт. Вот это РЭД БАРОН. Высота растения 30-35 сантиметров. Это лук СИБОК под названием Стардаст. Что здесь хорошего? Это лук салатного назначения. У него очень быстро образуется богатое зеленое масло, что летний период тоже немаловажный факт. Великолепный вкус. Достаточно неплохо хранится при определенных условиях температурных. Срок созревания 50-70 дней. То есть это скороспелый лук. Высота растения 30-35 сантиметров. И масса плодов где-то 40-60 грамм. То есть приличная луковица. И очень красивая. Белый лук. Следующий представитель это лук Штургардер Ризен. Тоже чемпион. Просто больше нет никакого названия у него. Этот лук настолько популярный. Ну вот как Радбарон, наверное. Вот их можно в одну линеечку все выстроить. Что замечательно у этих луковиц? Великолепное хранение. Необыкновенный вкус. Высота растения где-то 35-35 сантиметров. Масса луковиц 100-150 грамм. Срок созревания где-то его 60-70 дней. То есть это скороспелый лук. И очень хорошо он себя ведет в лёжке. Это вот лук, который с таким интересным названием, что Гартон Ризен. И следующий представитель луковых это лук Шалот. В народе он очень любим. Дело в том, что этот лук настолько широкого назначения. Он может использовать в салатах, винегретах, в приготовлении вторых глюков. Великолепно хранится даже в городской квартире. Урожайность у него очень высокая. Великолепная лёжкость. Отличная продуктивность и скороспелость. Это вот отличительные характеристики вот этого лука Шалот. Зелень формируется у этого лука достаточно хорошо, быстро, качественно. И само перо имеет такую тонкую структуру. То есть не как мы привыкли у обычного луковых, там толстый такой. А здесь она тонкая, такая изящная и со всеми вкусовыми качествами. Вес данной луковицы не превышает 20-30 грамм. И максимальный диаметр такой луковицы не превышает 4 сантиметра. Вот такой вот удивительный, вкусный и продуктивный лук. Ещё один представитель, который тоже заслуживает Ваше внимание, это лук под названием Кармен. Он очень напоминает Ред Барон. Тоже красный лук. В салатном назначении. Великолепно хранится. Высота растения 30-35 сантиметров. Срок созревания 75-80 дней. И вес плода где-то 70-80 грамм. Ещё один лук с интересным названием – Мистурон. За что его ценят наши садоводы-огородники? За очень высокую урожайность, великолепную лёжкость и очень большие плоды. Вес плода составляет где-то 150-180 грамм. Представляете? Ру – лук среднего срока созревания. Высота лука 35-40 сантиметров. И отдача с одного квадратного метра составляет где-то 8-10 килограмм. То есть это высокоурожайный лук. Я думаю, что все советы мои пригодятся. Оставайтесь с нами. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok